Всем привет! Это вторая часть видео про объект SCP-507, не любитель ходить между бирами. Ссылка на первую часть есть в описании. Это продолжение документов, в котором приведен список миров, где побывал SCP-507. МИР-52J-079-3GH. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект был найден в закрытом на навесной замок сарае, с жестяными стенами за заброшенным домом на окраине. Субъект оказался в небольшом помещении, с несколькими мумифицированными трупами. За исключением трупов в комнате не было почти ничего. Единственное, что заметил субъект, это окно без рамы и потолочный светильник, который время от времени мерцал. Субъект пытался подняться на ноги, что оказалось неожиданно сложным делом, из-за неожиданных и резких движений самого помещения. В конце концов, субъект добрался до окна и обнаружил, что его помещение представляет собой контейнер, подвешенный в воздухе на толстой цепи. Другим концом, цепь была прикреплена к рельсу. Над контейнером находилась сложная и разветвленная система рельс, по которым передвигались схожим образом подвешенные контейнеры. Дальше рельс и других контейнеров ничего не было видно. Все скрывалось в темноте. Субъект решил переждать время в этом измерении и поспать, но обнаружил у трупов свойство, которое помешало его сну. Во время мерцания света трупы меняли положение, располагаясь так, как расположились бы живые люди сообразной ситуации. Когда субъект смотрел в окно, трупы собрались вокруг него, словно стараясь разглядеть вид из окна получше. Когда он садился, садились кругом. Когда пытался дотянуться, становились так, чтобы поддержать его или подтолкнуть наверх. И так далее. Запросы. Нет. Место, где был найден субъект, оцеплено и исследуется. Если не будет найдено следов каких-либо явлений, представляющих интерес для фонда, будет совершен анонимный звонок в правоохранительные органы, чтобы они сами обнаружили место преступления и занялись разыскными мероприятиями. МИР. YTF. 5N2. Ку-2-0. Возврат без происшествий. Субъект оказался в людном месте, похожем на казино. Зал был заставлен одинаковыми автоматами, похожими на игровые. Но для игры на них не требовались деньги, а выигрышная комбинация не давала никакого выигрыша. Субъект сел за автомат и попытался поиграть. Выяснилось, что при каждой игре, для каждой комбинации символов, автомат выдавал небольшой бланк с текстом и изображением выигрышных символов. Закономерности между текстом и символами субъекту обнаружить не удалось, но список результатов игры он на всякий случай сохранил. Список результатов игры. Значки. Алмаз, полумесяц, коготь. Результат. Дадут тебе ломать смерти. Сможешь ли ты сказать, насколько он велик? Значки. Молот, полумесяц, полумесяц. Результат. Если фундамент плох, дом придется спешно латать. Значки. Полумесяц, молот, алмаз. Результат. Где? Жа? Вю. Коготь, круг, молот. Есть вещи и хуже смерти. Например, не умереть. Полумесяц, молот, полумесяц. Всегда найдется, кому о тебе позаботиться. Полумесяц, алмаз, полумесяц. Они не веселые, просто не могут выглядеть иначе. Молот, полумесяц, молот. Тебе всегда найдется, о чем позаботиться. Коготь, коготь, коготь. Будущее кажется светлым. Запросов нет. Мир FN3-05P-KHC. Возврат без происшествий. Субъект оказался в белом коридоре с остальными дверями по всей длине коридора по обеим сторонам. Каждая дверь была оснабжена кнопочной панелью, переговорной системой и окошком для бумаг. В окошках были установлены бланки, заполненные неизвестными символами. Когда субъект приблизился к одной из дверей, включился динамик. Субъекту сообщили, что голос принадлежит заключенному, находящемуся за дверью, а самого заключенного заточили по ложному обвинению на пожизненный срок. Заключенный умолял субъекта выпустить его из камеры. Субъект, шутя, попросил, чтобы освобожденный узник не стал пырять его. Заключенный думал 7 секунд, после чего спросил, что такое пырять. Субъект, подумав, ответил, проделывать новое отверстие в теле с помощью заостренного предмета. Заключенный снова умолк, затем заговорил и снова сказал, что не сможет пырнуть субъекта, поскольку все предметы у него тупые. Субъект не стал открывать ни эту дверь, ни остальные. Запросов нет. МИР Ай-52-39-G-78М. Возврат. Субъект найден посредством маячка. Субъект находился в камере полицейского участка, где находился, будучи задержанным за публичное совершение непристойных действий. Извлечение субъекта произошло штатно и без происшествий. Субъект оказался в некой местности, в которой бушевала снежная буря. Субъект попытался найти укрытие, но из-за вьюги не видел, куда идет. К моменту, когда субъекта обнаружил и доставил в пещеру мужчину в плотной меховой одежде, он едва не скончался от переохлаждения. Мужчина помог субъекту выбраться из промокшей одежды. Запасной у него не было. Но он припроводил субъекта к горячему источнику в глубине пещеры. Удостоверившись, что субъект приходит в себя, мужчина снял меха и тоже полез в горячий источник. Субъект был невероятно удивлен тем, что мужчина оказался его двойником. Физическое сходство между субъектом и двойником оказалось практически полным. У 507 дубля были ритуальные шрамы на торсе и основании конечностей. До конца пребывания SCP-507 в этом мире субъект и его двойник сидели в источнике и общались друг с другом. Запросы. Субъект нарисовал по памяти шрамы своего двойника и спросил, какое культурное и символическое значение могут иметь эти шрамы. Найти какое-либо значение не удалось. Но научные сотрудники отметили, что шрамы располагаются в тех местах, где делаются разрезы при стандартном удалено. Мир S4351U-P09. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект был обнаружен на кукурузном поле близ... На щеке субъекта были замечены брызги неизвестной бурой жидкости. На руке субъект держал человеческое сердце, на котором той же жидкостью была выдавлена надпись «Ты мне нужен». По словам субъекта, в момент перехода у него не было при себе этого сердца, и неизвестно, как оно оказалось у него в руке. Ведутся попытки установить состав и природу жидкости. Субъект оказался в полной темноте. Рядом были слышны звуки плача. Включив фонарик, субъект обнаружил, что к нему склоняется улыбающийся человек, известный по прошлым переходам. Из-под его солнечных очков текла бурая жидкость. Улыбающийся человек предвинул свое лицо ближе и негромко произнес фразу «Ну зачем ты это делаешь?» После этого он стер часть бурой жидкости с глаз рукой и принялся гладить субъекта той же рукой по щеке. Субъект оттолкнул улыбающегося человека. Стало заметно, что в деловом костюме того имеется несколько отверстий, из которых вытекает бурая жидкость. Субъект достал пистолет и попытался произвести выстрел. По неизвестным причинам выстрела не произошло. Улыбающийся человек медленно пошел в сторону субъекта. Субъект бежал примерно 10 минут и остаток сдвига провел, сжавшись в углу. Запросы. Более надежный пистолет. Отказано, так как причина осечки неизвестна. МИР 9Е2-66В-7H-G5-3. Возврат. Найден посредством маячка. Субъект был обнаружен в 7 километрах к северо-востоку от комплекса. Субъект совершил переход, находясь в своей жилой комнате и читая книгу. Субъект снова оказался в лесу с деревьями, обладающими телепатией. На возврат субъекта деревья никак не отреагировали. По словам субъекта, несмотря на опыт прошлых посещений данной реальности, его заинтересовало отсутствие в этом мире человеческого жилья. Субъект забрался на высочайшую точку местности, которую ему удалось найти в попытках заглянуть выше крон деревьев. Субъект обнаружил холм, на вершине которого находилась поляна. По словам субъекта, весь лес закрывал полупрозрачный купол голубого цвета, сомкнутый лесной покров простирался до края купола. А листья росли так густо, что увидеть что-либо сквозь них не представлялось возможным. По словам субъекта, вершина купола находилась чуть в стороне, а не непосредственно над ним. Следовательно, субъект не находился в его центре. Запросов нет. МИР 5Z457T7YB Возврат. Субъект лежал на полу своей жилой комнаты и не реагировал на внешние раздражители. Наблюдалось сильное кровотечение. На левом боку субъекта находилось несколько глубоких резаных ранений, тянущихся от подмышечной области до нижней реберной дуги. Субъекту была оказана первая помощь, после чего он был переведен в стационар. Субъект проснулся на заснеженной равнине. Он не имел при себе рюкзака, так как в момент перехода спал. При себе у него было только одеяло и пижама. По словам субъекта, незадолго до перемещения он смотрел телепередачу, посвященную выживанию в холодных условиях. Он попытался слепить руками примитивное подобие иглу, но затем на него напал крупный белый медведь. Других подробностей субъект не предоставил. ЗАПРОСЫ Настоящее оружие. ЗАПРОС удовлетворен. Гибель субъекта из-за нападения обыкновенного полярного медведя будет не только неприемлемой тратой ресурсов фонда, но и представит нас в не лучшем свете. Субъекту предоставлено НОЖ Ножны на ремне для обязательного круглосуточного ношения. МИР 3G814H9UX Возврат. Субъект был обнаружен на кухне зоны. Субъект ругался, не переставая. Кисть левой руки отсутствовала. Субъект был переведен в стационар. Измерение, в котором появился субъект после перехода, оказалось на первый взгляд очень похожим на наше. В стационаре субъекта задержали сотрудники фонда и задали вопрос о малом размере его клыков. Изначально субъект не понял, о чем речь, но затем собеседник открыл рот и показал на крупные острые зубы по обе стороны от резцов. Также собеседник уделил внимание полному телосложению субъекта, что в данном измерении считалось необычным и эстетически привлекательным. Несмотря на различие отношения допрашивающих к субъекту, существ было мягким. Субъекту была предоставлена большая порция еды. На тарелке не было никакой пищи растительного происхождения. По его словам, одно сплошное мясо. После того, как прием пищи был окончен, субъект под охраной двух существ был препровожден из лазарета в небольшую комнату, находившуюся рядом. На стене которой висел медальон. Субъекту было приказано раздеться и встать напротив медальона. После того, как он выполнил указание, медальон был открыт. Субъект подвергся воздействию зеленой сферы, находившейся внутри кулона. Примерно 8 минут. Субъект заметил исчезновение шрамов на левом боку и общее улучшение самочувствия. На следующий день одно из существ явилось с просьбой о небольшом образце кожной и мышечной ткани субъекта для изучения генетических различий. Субъект ответил, что только в обмен на еще один такой замечательный обет. Ответ, видимо, обрадовал существо, была проведена биопсией правого бедра субъекта. По его словам, было болезненно, но и до того стоило на все 100. После биопсии субъекту было представлено большое количество мяса неустановленного происхождения, после чего ему было разрешено свободно перемещаться по комплексу. В течение следующих полутора месяцев существа обеспечивали субъекта большим количеством мяса и вели с ним приятные беседы. За это время субъект прибавил в весе 14 кг жировой ткани. 16 апреля 2015 года субъект был припровожден на местный эквивалент кухни, где его уложили на разделочную доску и отрубили кисть левой руки. Запросы. Замена кисти. Запрос удовлетворен. МИР 8А8-91Т-710. Возврат без происшествий. Субъект оказался в обширном непрозрачном куполе, заполненном растениями. Признаков наличия людей не было. Передвигаться пешком, по словам субъекта, было затруднительно и неудобно. Обследовав купол, субъект обнаружил окно, за которым увидел сплошную черноту и землю на горизонте. Через несколько минут к субъекту подошел гуманоид высокого роста и осведомился об относительно невысоком росте субъекта. В ответ субъект спросил, где он находится. Гуманоид ответил, что это база 12 кислородно-растительное крыло. Затем субъект спросил, а почему на небе Земля? Гуманоид озадаченно ответил, что это Луна, указав при этом на Землю. Последовал недолгий спор, после чего гуманоид удалился. По словам субъекта, приблизительно через час после захода Земли за горизонт, за окном стало возможно наблюдать лунный ландшафт. Субъект попытался обследовать базу, но вскоре переместился обратно в нашу реальность. Запросы. Фотоаппарат. По словам субъекта, вид был потрясающий. Запрос отклонен. МИР 7J017553Х. Возврат. Субъект был найден на крыше комплекса, на который упал примерно с 5-метровой высоты. Сдвиг произошел во время отхода субъекта ко сну. Субъект оказался в крупном водоеме, вода в котором, судя по вкусу, была пресной. Поднявшись приблизительно на 35 метров, субъект достиг поверхности и начал плыть. В воде под собой он заметил несколько движущихся темных силуэтов, а в отдалении яркие огни. Однако ни к тем, ни к другим он не приблизился. По словам субъекта, дышать было крайне затруднительно. Последующий физикальный осмотр выявил картину острой ингаляционной интоксикации метаном, развившейся за время проведенной в измерении. Запросы. Добавить баллон с дыхательной смесью в состав личного оборудования. Запрос удовлетворен. МИР 99П-ЮТ1-29J. Возврат. Субъект был обнаружен в том же месте, из которого совершился переход. Он лежал на полу в позе эмбриона и рыдал. На попытку установить диалог, субъект отреагировал воплем. Но почему я не мог остаться там? А в течение нескольких последующих дней страдал от тяжелой депрессии. По словам агентов, от субъекта исходил очень приятный запах. Субъект оказался в месте, который смог описать лишь словами «невозможно прекрасное». По словам субъекта, это было словно взять все лучшее отовсюду и собрать воедино. Красота настолько поразила субъекта, что он не желал даже двигаться. Когда субъект почувствовал голод и жажду, из растений, по его словам, выдвинулись лозы, из которых в его рот потекла жидкость. По его словам, ничего лучше я в жизни не пил. Сладкое, густое и всякое разное одновременно. Примерно сутки спустя, субъект ни разу не посмотрел на часы и не имел представления о длительности пребывания. Субъекта обнаружила женщину-гуманоид приблизительно его же возраста. Они провели длительную беседу. Со слов субъекта «Знаю, что повторяюсь, но такой восхитительной женщины я ни разу в жизни не встречал». С некоторой неохотой субъект сообщил, что в момент обратного сдвига они собирались поцеловаться. Потребовалось вмешательство, чтобы не дать субъекту покончить жизнь. Медосмотр, проведенный после успешной психотерапии, показал, что физическая форма субъекта значительно улучшилась, а коэффициент интеллекта возрос примерно на 10 пунктов. Хотя за все время пребывания субъект не занимался какими-либо упражнениями или учебой. Запросы. Различная еда, напитка, фотографии женщин, считающихся физически привлекательными. Все предложенное субъект счел неудовлетворительным, говоря, что это совсем не то, нет-нет, все не так. Затем субъект захотел узнать, как можно остаться во Вселенной после сдвига навсегда, но получил напоминание о невозможности этого. МИР 6А5-93W-132. Возврат. На момент возврата субъект пострадал от голода и токсического воздействия неизвестного вещества, от которого вскоре оправился. Анализ, проведенный позднее, показал, что отравляющее вещество было органического происхождения и содержало большое количество кремния. Также на момент возврата с пальца субъекта свисало небольшое кремния органическое существо, которое позднее скончалось по неустановленным причинам, возможно, от недостатка пищи. Субъект оказался в измерении, состоящем в основном из кристаллов различных размеров и оттенков. Местное солнце, по его словам, было меньше нашего и отдавало в синеву. Земля была покрыта песком, тоже окрашенным в различные тустлые тона. Субъект заметил, что многие крупные кристаллы медленно передвигались сами по себе и, похоже, были живыми. Также им были замечены небольшие и весьма подвижные существа, тоже, по-видимому, состоящие из кристаллов. Некоторое время субъект потратил на поиски воды, которые увенчались успехом. Около источника воды им также было замечено значительное большое количество кристаллических существ малого размера. Незадолго до возврата одно из таких существ напало на субъекта. По его словам, внешность и поведение как больших, так и маленьких кристаллов были характерны для ракообразных. Запросы. Еда и такая вода, чтобы песком не пахла. Предоставлено. Мир 7ХJ-HG5-77B. Возврат. Субъект появился в своей жилой комнате в состоянии крайнего возбуждения. D-3762 и наручники, которыми он был скован с субъектом, отсутствовали. Незадолго до перехода субъекта приковали наручниками к D-5762, осужденному за серийные убийства. Субъекту была дана инструкция устранить D-3762, если возникнет угроза жизни кого-либо из них. В измерении, где субъект появился после перехода на земле, шел второй ледниковый период. Сразу после перехода субъекта и D-3762 задержали агенты фонда SCP, которые пережили катаклизм. В D-3762 сразу же признали сотрудника класса D, после чего он был устранен агентом, который представился как 507-го разместили в камере на одном из нижних уровней зоны. По словам субъекта, на допросе агенты исходили из предположения, что он младший научный сотрудник, который пытался содействовать побегу D-3762. В ходе допроса субъект переместился обратно в наше измерение. Запросы. Замена утраченных вещей. Предоставлены. Измерение D-34DE2-04F. Возврат. Субъекта обнаружили в секторе, в комплексе, с усиленным режимом безопасности и быстро вывезли с территории. Субъект перенесся в измерение, где мир был покрыт водой, по его словам соленый. Надев дыхательный аппарат, субъект решил посмотреть, что находится под водой. Спуск занял три минуты. По оценке субъекта, дно было на глубине порядка 50 метров. Дно было усеяно заброшенными зданиями и скелетами. От воздействия воды здания пришли в плачевное состояние и заросли водорослями. В течение трех минут субъект осматривал подводный город, затем заметил трех существ, похожих на рыб, которые плыли в его сторону со скоростью порядка 10 метров в секунду. Субъект достал нож и пистолет, но в этот момент произошел обратный переход. Запросы. Бинокль в водозащитном исполнении. Запрос удовлетворен. Мир А-60Д-99-75К. Возврат. Субъект вернулся в зону, будучи одетым в сложный костюм. Сделанный из шелка, шерсти и нескольких неопознанных млекопитающих. Субъект появился в пустом переулке футуристичного города, населенного большим количеством различных неизвестных гуманоидных существ. Когда субъект столкнулся с этими существами, они были поражены его присутствием, издавали громкие звуки и выглядели взволнованными. В итоге аналог местных властей взял субъекта под стражу и смог достичь с ним взаимопонимания. Когда его спросили о том, как он попал в это место, субъект заявил о своей амнезии и о том, что он не помнит событий нескольких последних лет. Затем субъект поинтересовался насчет происхождения различных существ и причины их присутствия на Земле. Субъекту было объяснено, что после того, как Земля пережила конец света класса CMK, на основании приведенного описания предполагается, что это событие было вызвано SCP. Планета была покинута значительно сокращенным количеством людей, а впоследствии колонизирована внеземными расами. Несколько оставшихся людей на планете в основном обитают в изолированных районах, вдали от городов пришельцев. Власти предложили перевести субъекта в ближайшие из таких районов, но он выразил свое несогласие, настаивая на том, чтобы остаться среди инопланетян. По-видимому, такой статус субъекта, как одного из последних живых людей, которому комфортно находиться среди инопланетян, вместе с большим количеством придуманных им фактов о жизни на Земле перед событием класса CK, позволил добиться субъектам высокого положения в местном обществе. Он стал кем-то вроде знаменитости за две недели с момента своего сдвига. Запросы. Камера. Для лучшей записи и документации событий и достопримечательностей. Запрос удовлетворен. Мир Z73-3DD-89Е. Возврат. Субъект был найден в подвале домов. Субъект оказался в каком-то дирижабле, пролетавшем над чем-то, казавшимся горным массивом. Субъект сообщил о встрече с несколькими гуманоидами, которые были описаны им как гномы или эльфа, встречающимися в типичной фэнтезийной литературе. Эти существа, предположительно, были наемниками, исследующими аномалию в их мире, описанную как дракон, упавший с неба. Субъект попросил присоединиться к их миссии, будучи взволнованным от возможности принять участие в фантастическом приключении. После посадки на месте миссии, субъект, хоть и с неохотой, согласился остаться на дирижабле, так как миссия, скорее всего, будет опасной. В итоге, потеряв терпение, субъект самостоятельно спустился исследовать пещеру, в которой, предположительно, должен был быть дракон. Сумев заснять на камеру массивное, похожее на рептилию, существо с металлическими чешуйками и крыльями, перед тем, как его вернуло обратно в нашу реальность, картинка была охарактеризована сотрудниками фонда как неведомая цензура. Субъект неоднократно утверждал, что прямо перед его возвращением появился ребенок, носящий большую остроконечную шляпу и схватил его за ногу. Запросы. Dead Jones and Dragons 5 издание. Книга игрока. Запрос удовлетворен. Мир SZE 582 7DG. Возврат без происшествий. Субъект оказался в спальне в симпатичном пригородном доме, где его поприветствовали люди разного возраста и расовой принадлежности. Субъекту оказали теплый прием и устроили экскурсию по дому, в котором он заметил большое количество окон. Выглянув наружу, субъект заметил, что дом окружен большим стеклянным куполом и находится под наблюдением нескольких камер. Жильцы пояснили, что они находятся в неволе, на манер зоопарка. Субъект не обеспокоился, так как знал, что рано или поздно вернется в фонд. Следующие несколько дней он провел, общаясь с жильцами и отдыхая. Запросов нет. Измерение ДРК 038891. Возврат. SCP-507 был обнаружен в кабинете доктора Кинга. Субъект оказался в Яблоневом саду, по всей видимости бескрайним. Лес был населен расой гуманоидов, которые были внешне идентичны доктору Кингу. Сущности, похоже, узнали SCP-507 и вручили ему сообщение для передачи доктору Кингу. Вернись домой, блудное дитя. Мы бесчисленное множество раз посылали тебе знамения, но ты так и не возвращался. Разве не помнишь ты священный сад, где был рожден? Ветер в листве. Хрустящая благодать ее священных плодов. Возвращайся, просим тебя. Мы скучаем по тебе. Запросы. Передать сообщение доктору Кингу. Запрос отклонен из соображений безопасности 507.